Девушки отдыхают Девушки отдыхают Поездка, которая проходила с 3 по 21 января на Север Томской области, это продолжается труд, евгелизационный, в селах Нижнего Течения Аби, о котором мы согласились молиться и осуществлять его еще в 2005 году, и назвали его «Иисус приходит по воде». Мы трудимся не только в период навигации, но также, когда вода застывает, приходится по твердой воде совершать также этот проект «Зимний период». И в 2011 году у нас запланировано было три поездки на Север, по Зимнику. Одна поездка в сторону Среднего Сюгана, вторая поездка в Новонекольск и третья поездка в поселок Назино. Мы заглянули в интернет, чтобы немножечко прогноз посмотреть погоды. Для нас он был не очень утешительный. Там были такие цифры, как минус 36, минус 38. И, конечно, немножечко для нас это было таким не совсем утешительным известием. В принципе, ну, дорога, конечно, сложная. Сам «Зимник», он представляет трудности и опасности, конечно. Но, слава богу, все. Доехали очень хорошо. Нас довозят до Каргаска, потом там водители меняются. То есть садятся уже специалисты, как бы, по Зимнику. И вот они нас ведут. Остывшими парами масло перекрылся трубопровод, цепуна. И газом невозможно идти в опусной коллектор. Опять выдавило небольшую часть масла. Ну, все, устранили. Сейчас дольем немножко масла и вперед. Добираться было немножко непросто. Мы думали, что, когда были еще в Томске, думали, что, если будет температура ниже 35 градусов, то мы, наверное, не поедем туда. Если какая-то возникнет неисправность, машин там ходит очень мало. И в такой мороз, ну, есть риск очень реальный расстаться с жизнью. Но на самом деле получилось, мы вышли из Томска, было 32. Пришли в те края, это в Парабель, там было 35. Нас и это не остановило. Мы пошли дальше. Дальше дошли до самого Прохоркина, до самой деревни Прохоркина, в которой нас уже ждали наши друзья из Новонекольского. Они приехали туда на двух буранах, чтобы нас, четырех человек, вместе со всеми вещами, с подарками, с календарями, с журналами, с газетами, с кукольным театром и со всей провизией погрузить в сани и 40 километров по оби, по льду до Новонекольского, чтобы переправиться на ту сторону. 120 километров зимником, не очень хорошим, преодолели за три с половиной часа. Вот, теперь нас ждет неизвестная дорога на Буранах. Мы еще такого не испытывали ни разу. Ну, когда мы уже вышли из Прохоркина, то солнце село, на улице стало минус 38, и немножко было, ну, немножко было морозно ехать. Но мы без обморожения, без переохлаждения, так, слава богу, добрались. Мы хорошо закутались в пулупы, накрылись там матрасами, они одеяла всякие приготовили еще, чтобы нам уже... И постоянно о нас заботились. Остановятся, спрашивают, не холодно вам, не замерзли? Поили нас с горячим чаем, и мы регулярно там делали небольшие пробежки, такие разминки, чтобы не замерзнуть. Цель этой поездки была возвестить о Рождестве Иисуса Христа. В основном это были детские служения. Ну, мы приглашали всех, и некоторые думают, что, ну, что можно еще сказать о Рождестве Иисуса Христа? Настолько это уже известное событие, и спрашивая людей, мы лишний раз убедились в том, что действительно не все люди понимают и значение Рождества Иисуса Христа. Сколько было радости, радости, радости пастухам в ту ночь. Поддержать их там, поддержать, чтобы они как бы не утеряли то, что, может быть, уже могло быть утеряно. И я думаю, мы как раз в такое время приехали. Ну, люди встречали очень радушно, тем более, что это не первая поездка, и нас уже знают все заведующие клубами, они охотно предоставляют помещения, они, значит, очень так разгружают нас очень сильно, потому что даже взять тот вопрос, что надо оповестить население, то это уже ложится на них, они охотно несут на себе эту часть нагрузки нашей, и нам не нужно приезжать заранее, ходить там по селу, развешивать объявления. За нас это делают уже заведующие клубами, и поэтому они очень нам сильно в этом помогают. Ну, если взять по посещаемости, вот мы были в поселке Большая Грива, там всего 20, по-моему, 2 ученика, и была стопроцентная явка, несмотря на то, что температура была минус 38 градусов. Ну, вы же видите, несмотря на мороз, на то, что 40 градусов мороза пришли, какие дети у нас есть, вот все, что вы видели, это весь наш контингент нашего поселка, все наши дети. Я думаю, что их отношение к нам нормальное, нормальное. Ну, люди, никто плохо никогда не относился, как бы приходят сюда с удовольствием. Некоторые постоянно, вы видите, постоянные репетишки, постоянно ходят взрослые, одни и те же приходят постоянно, потому что, ну, им нравится. Они, я думаю, что никогда плохого, ничего плохого не говорили. И они других зовут, что приходите там, хорошо все, познавательно очень. Ну, кто как принимает, а так вообще плохого никогда. Живое общение, личное общение, конечно, его не заменить никакими листовками, никакой информацией. Поэтому, конечно, мы увидели, что стоит совершать этот труд, хотя уже говоря о следующих двух поездках, которые были примерно в это же время, это миссионерские поездки семья Кривко, брат Сергей с Ларисой и брат Вадим с молодежью, то, конечно, те миссионерские поездки не отличаются. И там они продолжительное время пребывают среди людей и беседуют, беседуют, прославляют Господа, отвечают на вопросы. Конечно, плод намного большим. И каждый вечер, кроме субботы, мы собирались для богослужения, молитвы, чтения Слова Божьего, беседы, прославляли Бога, играли на гитаре, там пели псалмы, свидетельствами делились. А в воскресенье в 11 часов собирались на воскресное богослужение. Я тоже понимаю, что люди жертвуют, это деньги идут, большие деньги. Иногда даже думаешь, может быть, ты не сможешь, как сказать, оправдать это доверие, как бы все это отработать. Но я думаю, что Бог правильно научает и показывает, что цена каждого человека, она бесценна. И поэтому никакими деньгами здесь не измеришь. И то, что мы делаем, я думаю, это самое ценное. Что этим людям здесь надо? Они уже который год сюда ездят, бизнесом здесь не занимаются, рыбу здесь не ловят, лес здесь не заготавливают, как бы коммерцию какую-то здесь не разворачивают. А приезжают на такие долгие сроки и нам рассказывают об одном и том же, об одном и том же. В магазины за водкой не ходят, сами их никогда пьяными не видели в чем-то плохом. У них такой вопрос, что этим людям надо? Я думаю, за эту поездку они яснее увидели ответ, что нам нужно не что-то от этих людей, а нам нужны эти люди, чтобы их приобрести для Христа. Ну, население больше 500 человек, больше. В церкви, сейчас членов церкви только трое, посещают, посещают. Человек по 10 постоянно, в принципе. Ну, они и молились там, молились. У них очень много вопросов, начали читать Библию, у них очень много вопросов, как теперь жить по-другому, как вот это, как вот это в Библии. Мы беседовали с ними, отвечали на эти вопросы. И через это очень сильно сближались, и отношения становились все более искренними и открытыми. Когда мы расставались, то, конечно, у них было, ну, когда вы к нам еще приедете, когда побольше побудете. Вот некоторые там плакали. Три, четыре. И в холодный сибирский край весь спасение теперь дошло и согрело сердца своим дивным теплом. И в небесной той высшине все спасенные во Христе будут петь Иисусу новым целом. Ну, благополучно вернулись обратно. Возвращаясь обратно, мы проделали этот же путь, только уже при температуре 26, где-то 27 градусов. Вот. На берегу нас ждали наша смена. Это Валера Петренко и брат Иван Евстигнеев. Мы в течение, наверное, 20 минут переоделись, перегрузились. Мы сели в их машину, они в наши сани. Мы поехали в Томск, а они поехали в Новонекольск. Как ответственность за Томскую область хотелось бы сказать немножко о проекте. Это повеление дал нам Господь, чтобы мы внесли весть евангельскую по всему лицу земли. И так как мы живем в Томской области, желание наше сердец трудиться в ней, чтобы во всех поселках люди слышали Слово Божие. И не только слышали, а желание наше, чтобы могли собираться, общаться, молиться, славить Господа. Мы готовим несколько групп миссионеров, которые должны выехать на поселение. И хотелось бы сказать о проекте, что это не наше достижение, это усилие многих. В городах и странах христиане, искренние, жертвенные, желают участвовать и участвуют. Поэтому этот проект существует и дальше продолжает существовать. Слово Божие прославляется. Поэтому да благословит Господь всех тех, кто жертвовал, кто участвовал и кто желает дальше участвовать в этом проекте. Сибирь открыта для Слова Божия и наши сердца для вас. Пускай Господь всем вас даст за это дело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok